Украинская премьера в Каннах. Меньше часа назад закончился показ фильма «Кроткая» режиссёра Сергея Лозницы. Чем пытается покорить искушённую кинопублику украинец, узнаем у Светланы Чернецкой. Все софиты на знаменитой красной дорожке в Каннах направлены на украинца. Это день премьеры фильма «Кроткая» режиссёра Сергея Лозницы. Фильм отобрали в конкурсную программу, и он претендует на главную премию «Золотую пальмовую ветвь». Ему не привыкать попадать под свет прожекторов на этом престижном кинофестивале Сергея Лозницы уже в третий раз. Оба предыдущих фильма «Счастье моё» и «В тумане» были благосклонно восприняты критиками. Теперь черёд «Кроткой». Поколась, которого потеряла! Счапное раздевание! Счапное раздевание! Это история молодой женщины, пытающейся выяснить, что случилось с её мужем в тюрьме. Её то запугивает, то обнадёживает. Место действия фильма – это современная Россия. Но я прекрасно просто знаю это пространство, и она продолжает все те же традиции этой Российской империи или Советского Союза. И там же есть ещё отсыл в фильме к Ивану Грозному, например, «Царская невеста» Римского Корсакова. И ничего не меняется. Фильм восприняли весьма неоднозначно. Картина либо категорически не нравится, либо её считают лучшей в конкурсе этого года. Без награды он не поедет звезды. Потому что на меня это самый сильный фильм из тех, что я пока что видел тут на фестивале. Он очень сильный, тяжкий. Налегко его совсем смотреться. Исключительно украинским этот фильм не назовёшь. Кроткая копродукция семи стран – Франции, Германии, Нидерландов, Литвы, Латвии, России и Украины. Но режиссёр обещает в следующем году привезти в Канны целиком украинскую ленту. И, возможно, это будет фильм «Донбасс» о событиях на Востоке. Светлана Чернецкая, Евгений Каминский. Подробности телеканал «Интер» из Канн, Франция.